По последним данным, обстановка вокруг Саресского озера не изменилась, мощное землетрясение не повлияло на естественную плотину. По неподтвержденной информации, в долине Бартан, где расположен Сарес, произошел камнепад, а в Мургабском районе пострадали несколько жилых домов. Пока известно только об одном погибшем. Создана мониторинговая группа, в пострадавшие районы уже выехали сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям страны. Они должны оценить обстановку и осмотреть эпицентр более подробно, а также они подсчитают ущерб от стихийного бедствия. По поводу плотины, сейчас отсюда известно, но видимых разрушений ничего нет. То есть, как она была, так она оставит. Ничего нет. Интерес к Саресскому озеру обусловлен тем, что ученые называют его бомбой замедленного действия. По их прогнозам, в случае сильных землетрясений и прорыва плотины последует слив озера, что вызовет силевые потоки огромной силы и длительности, от которых могут пострадать до 6 миллионов человек в четырех странах. В Таджикистане, Афганистане, Узбекистане и Туркмении будут разрушены целые города. Объемы воды в озере составляют более 16 кубических километров, а глубина в некоторых местах достигает до 500 метров. В 60-е годы прошлого века на берегу озера был обнаружен участок с опасностью оползня. О том, что с озером нужно что-то делать, говорят уже не первое десятилетие. Руководители Среднеазиатских республик неоднократно обращались к мировому сообществу с просьбой о финансировании для выработки решения по Сарезу. Но до сих пор ничего, кроме создания сети оповещения, сделано не было. После землетрясения сотрудники геофизической службы и ученые внимательно наблюдают за автошоками в несколько баллов. Дело в том, что такие остаточные толчки могут достигать по силе первоначальной магнитуды. Так что угроза сохраняется. Напомню, что сегодня в 12 часов 50 минут по местному времени в Таджикистане произошло землетрясение. Эпицентр находился в 357 километрах юго-восточной города Душамбе и в 22 километрах от Сарезского озера. Интенсивность в эпицентре составляла 7-8 баллов. Уже у самого озера это было около 5-6 баллов. До Душамбе добралась волна интенсивностью в 4 балла.